Так, у нас Rainbow English, рабочая тетрадь, 5 класс, 72 страница, как вы видите, 15 упражнение. Нам нужно поставить слова, соединить из двух колонок, чтобы создать новые словосочетания и их записать. В таких заданиях я обычно советую сразу перевести вторую колонку, чтобы потом было удобно по порядку подбирать. Поэтому давайте посмотрим. House – это дом, dog – это собака, pig – свинка, gallery – галерея, acrobat – акробат, cage – клетка, gauze – кто-то куда-то идёт. Кстати, здесь, по-моему, у них ошибка. Ладно, сейчас пройдёмся. Collection – коллекция, seed – зёрнышко, bell – ну, вообще, это глубокая тарелка, то есть какая-то миска. Dancer – танцор, и animal – животное. Итак, смотрим. Первое за нас уже сделали, trained – это как бы дрессировать, да, trained, поэтому trained – это дрессированный в данном случае. И подставили уже за нас animal, то есть животное. Давайте мы, кстати, будем их вычёркивать тогда, те, которые… Так, мы уже использовали trained, так, animal – вот он, наш animal – всё, его мы больше не используем. Дальше. Второе слово – ballet. Что у нас здесь может быть связано с ballet? Это, как мы видим, танцор. То есть сюда давайте напишем ballet dancer. Ну, а здесь мы его запишем, как должно выглядеть. Не забываем про артикли. То есть должно получиться a ballet dancer. Третье – bird. Bird – это птица. Как мы помним, у нас была клетка, cage, поэтому давайте запишем клетка для птиц. Так, bird – cage. Далее у нас следует fish. Fish – рыба. С fish у нас здесь связано слово bell, то есть миска. Но в отношении рыбы это сразу становится аквариумом. Поэтому записываем, как будет выглядеть аквариум. A fish bowl. Далее следует guinea. Ну, это вы, я надеюсь, точно помните, что guinea pig – это морская свинка. Поэтому записываем. Поэтому записываем. Тоже, опять же, напомню, с артиклем. A guinea pig. Ой, не туда. Далее. Stamp – марка. Марка у нас может быть… Вот, коллекция марок. Это будет называться a stamp collection. Вычеркиваем collection, записываем. Как это выглядит. Stamp – collection. Далее следует picture. Picture – это картина. Ну, у нас тут есть слово gallery – галерея. Получается, картинная галерея или художественная галерея. Поэтому под номером 7 пойдет picture gallery. Далее следует set. Вот здесь вот, по-моему, ошибка, потому что у меня есть рабочая тетрадь 2019 года. А та, которая вот в электронном варианте, наверное, из старых еще выпусков. И, наверное, здесь они не убрали, кстати, описку. То есть вообще должно быть go. Сейчас я вам эту букву здесь напишу. То есть вместо S в новом варианте. Но у вас, скорее всего, напечатано здесь все правильно. Ну, что вы, скорее всего, получили тетради рабочие новые. Скорее всего, у вас вот такой go написано. Поэтому вместо вот этого goes смотрим на этот go. Так вот, у нас сердце как раз и ставится с go. Это театрал. Поэтому в восьмерке мы записываем, давайте, как правильно. Именно, именно S и R to go. Далее у нас идет слово circus. Это цирк. Так, минуточку, нам нужно вычеркнуть go. Далее идет цирк. Цирк у нас, наверное, цирковой акробат. Кстати, вот мы его снова вычеркиваем. Мы, получается, в данном случае, a circus acrobat. Остается у нас opera. Opera у нас ставится со словом дом. И получается оперный театр. Ставим его на эту строчку. Кстати, обратите внимание, артикль будет n. Почему? Потому что opera начинается с гласной буквы. An opera house. Дальше остается у нас plant. Это садить. Что садить из оставшегося можно? Собаку вряд ли. А вот давайте зернышки попробуем. То есть сид зерном. Будем его садить. Но здесь без артикля. У нас идет слово plant как глагол. Глаголы мы им артикли не нужны. Поэтому plant – seed. И последнее – companion. Компаньон. Мы уже не будем зачеркивать. Dog – собака. То есть собака – компаньон. Собака – друг. И остается написать только. Companion – dog. Немножко уменьшим, чтобы показать, что должно выйти. Вот так должно получиться. Собака – готова. Собака.